Открытый всем ветрам с 19-го года прошлого века на башне Святого Духа в Риге развивается флаг Латвии. Это панорама-визитная карточка города. Между тем, флаг на башне в буквальном смысле слова пережил огонь, воду и снаряды Бермонта-Овалова. Историю главного флага страны расскажет Сергей Герасимов. Летом 1919 года с борта парохода «Саратов» на набережную Риги, освобожденный от большевиков, вступил Карли Сулманис именно в честь этого события. Флаг на мачте башни Святого Духа был поднят впервые. Чем уже спустя несколько месяцев оказался очень недоволен князь Бермонта-Овалов, чьи войска осадили Ригу, а бомбардировки оставили башню Святого Духа вот в таком виде. Но флаг устоял. Путь к нему не близок. Согласно правилам канцелярии президента, снимать дорогу к нему нельзя. Но посчитать количество ступеней в башне разрешили. 133 по винтовой лестнице. В советские времена, само собой, флаг Латвии был под запретом. И тот флаг, что пережил времена Бермонта, хранился в фондах военного музея. Но его в 50-е годы целенаправленно уничтожили, чтобы развеять память о нем. Сшили новый. И 11 ноября 1988 года, еще до распада СССР, под давлением надвигающейся Атмады, он был вновь поднят. Сейчас его использование регулирует закон о флаге Латвии. Один из его главных пунктов — флаг должен быть размещен на мачте непрерывно. Флаг Латвии, который является неотъемлемой составляющей башни Святого Духа, да и всего городского ландшафта, по закону должен всегда быть на мачте. Даже во время ремонта замка. Соответствующие поправки в 2012 году подготовил президент Андрис Берзинч. Ведь ремонт ремонтом, но символ государственности важнее. И действительно, даже во время масштабной реконструкции замка, флаг развивался над башней. Что чуть было не сыграло с ним злую шутку. Вечер 20 июня 2013 года. Искра от инструмента, попавшая на строй материалы, привела к пожару, в результате которого выгорело более 3000 квадратных метров помещений замка. Ту ночь сержант военной полиции Алвис Бруверис хорошо помнит. Во время пожара именно ему пришлось преодолеть путь в 133 ступеньки, спустить флаг и вынести его из горящего замка. Конечно, это никакой не героический эпост. Обычное задание. В замке был замечен дым, и я отправился проверять, после чего вызвали пожарных. После поступил приказ от начальника президентской охраны снимать флаг. Я его выполнил. Замок большой, и горела только одна часть. В башне огня не было, разве что дым. Но потом мне и второй раз пришлось туда идти. Показывать путь пожарным. Вообще, в президентской канцелярии говорят, что термин «непрерывное размещение флага на мачте» скорее юридический. И в таком понимании последний раз этот флаг спускали, когда президент перебирался из замка в дом Черноголовых в 2012 году. Но физически это происходит чаще, ведь флаг нужно периодически менять. Те, кто имеет дело с флагами, особенно с флагами на мачтах, знают, что время на них сказывается плохо. Конечно, флаг меняют и следят за тем, чтобы он соответствовал всем требованиям закона. Не был испорчен и имел настоящие цвета и пропорции. Есть моменты, когда происходит осмотр флага. Но обычно это происходит в моменты, когда рижане это менее всего замечают. Можно сказать, что это такой эталон латвийского флага. Я думаю, это так. Мы видим, что у него и цвета, и пропорции правильные. По соседству с флагом Латвии тут же развивается и президентский штандарт. Если глава государства находится в Латвии, например, как сегодня, штандарт поднят. Ну а третья мачта для флагов балтийских соседей, вместе с которыми Латвия празднует и их Дни Независимости. 16 февраля Литвы и 24 февраля Эстонии.